Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В этом видео я попробую объяснить, почему считаю проходящий сейчас Блиц в формате 3х3 лучшим корабельным режимом. Наверняка не все еще пробовали поиграть в него, крайне советую. Можем также погонять отрядом вместе на стримах. Вот что меня и многих игроков бесит в рандоме. То, что слишком часто так называемый корабельный бой сводится к стрельбе по уточкам в тире, игру на домашку с элементами длительного стоялого и прочего. То есть слишком часто игроки в рандоме играют не на победу, а словно бы пришли в тир пострелять. Лениво клацают по мышке с края карты, набивают домашечку, а там уже как получится. Иногда ближе к концу боя начинаются какие-то бодрые тактические моменты, где можно что-то зарешать, но они крайне случайны и спонтанны, из разряда «само так вышло». Причем так играют не только лишь так называемые раки, но и большинство так называемых статистов. Сперва дамажечка, а там видно будет. И в такой парадигме какое-то командное взаимодействие – это скорее странное исключение, чем повседневность. Также в рандоме есть такие болячки, как чрезмерное засилье фугасов, слишком быстрая смерть в фокусе, когда линкоры просто не способны танковать и играть как линкоры, их слишком быстро выносят по фокусу, плюс засилье эсминцев и так далее. И всего этого практически нет в новом режиме 3х3. Во-первых, мы имеем сбалансированное сочетание трех типов кораблей – один эсминец, один линкор и один крейсер. Во-вторых, размеры карт и немногочисленность кораблей откровенно подталкивают игроков к активным боевым действиям, а не стоялову. Конечно, встречаются и здесь странные чудаки, но надо быть совсем уже слепым и глухим голосу здравого смысла, чтобы не понимать, что этот формат – про активную игру. В-третьих, когда игроков всего трое, то даже с самыми откровенными аутистами все-таки удается скооперироваться, хотя бы в минимальной степени, в некое подобие команды, так как сам формат боя подталкивает к такому. В-четвертых, здесь не так страшен фокус, так как кораблей всего три, и далеко не всегда все три могут по тебе вести огонь в данный момент. То есть мы имеем больше пространства для маневра и возможностей для агрессивных наступательных действий. Тут и линкоры не так быстро рассыпаются даже в фокусе, и у других классов появляется живучесть, недосягаемая для рандома, так как можно делать многие вещи, за которые в рандоме тебя моментально бы вынесли. В итоге получаются очень интересные именно тактические бои, каждый из которых не похож на предыдущий. Это то долгожданное бодрое корабельное рубилово, которого очень долго не хватало в игре. В этом режиме постепенно даже самые странные товарищи начинают понимать, что игра на дамажечку, стоялово и прочее здесь бесполезны от слова совсем. Это не тир, а очень бодрая корабельная тактическая битва. Конечно, и здесь может гореть от двух странных, прикидывающихся союзниками кораблей, и вообще эмоциональный накал очень высокий, но зато после него в рандоме уже скучно и грустно, не хватает адреналина, бодрых боев и возможности реально влиять на исход боя почти в каждом сражении, а не в одном из десяти или двадцати, как в рандоме. Я уже написал несколько отзывов разработчикам и надеюсь, что подобные режимы будут появляться в игре все чаще. Реально вовс заиграла новыми красками, и лично для меня это интереснее подлодок и кучи всяких прежних эльфийских режимов вместе взятых. Напомню, что после боев на семерках будет такой же бриц на восьмерках, и это станет еще интереснее, так как на седьмом уровне есть два слишком имбалансных корабля, это Белфаст и Зетка 39. На восьмом уровне имбы уже не такие выпирающие и больший выбор очень интересных кораблей. В общем, рекомендую попробовать, это не в рандоме веслом груши околачивать. А на фоне у нас первые два боя со стрима, чтобы показать интерес и накал такого формата боев. В общем-то, каждый бой можно было показывать, так как каждый чем-то интересен, поэтому без всякого выбора просто добавил первые два. Рекомендую досмотреть, там интересно и напряженно. Впрочем, как и почти все бои в этом режиме. Напишите в комментариях, понравился ли он вам и как можно было бы его усовершенствовать. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Голосовые обзоры у нас теперь выходят каждый день, и зрители нашего канала узнают одними из первых про все новые корабли и корабельные события. Всем приятного просмотра, удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...